Все больше людей сталкиваются с таким понятием, как постковидный синдром. Осложнения после коронавирусной инфекции могут быть как у взрослых, так и у детей. Сейчас в поликлиниках городского округа Люберцы проводят большую работу по реабилитации переболевших пациентов. Какую помощь оказывают в Московском областном центре охраны материнства и детства, узнал наш корреспондент. Два, три, четыре, медленно, плавно, по-моему, дальше. На ЛФК, как на урок физкультуры, по расписанию и без опозданий. Для 10-летнего Марка Антонова такие занятия только в радость. Благодаря этим упражнениям мальчик избавился от одышки. В начале сентября ребенок переболел коронавирусом. У меня была очень большая слабость, тяжелый кашель, температура под 40. Я уже себя чувствую очень хорошо. А еще в программе восстановления организма галлотерапия. В специальном помещении воссоздан природный микроклимат соляной пещеры. Стены, потолок и пол покрыты специальными блоками. Ребенок просто дышит, а организм восстанавливается. Часто очень дети, переболевшие ковидом, обращаются к нам к пневмонии или бронхиты затяжные. Мы назначаем курс физиотерапии очень хорошо, магнитотерапия, электрофорезы, галлотерапия. Ну, соответственно, массаж и лечебные физкультуры очень широко тоже применяем. Повышают защитные силы организма, противовоспалительные действия, дренирующие действия. Ну и, соответственно, идет процесс выздоровления лучше и быстрее. В физиотерапевтическое отделение маленькие пациенты попадают по направлению педиатра или узких специалистов. Положительный эффект после такого комплексного лечения, по словам врачей, гарантирован. Курс реабилитации зависит от возраста ребенка и степени тяжести перенесенной коронавирусной инфекции. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.